Гончарное ремесло Гончарное село как Шишкеево в Розаевском районе современной Мордовии было известно еще по источникам века 17. Наиболее архаичным видом гончарного ремесла было изготовление посуды методом налепо при помощи примитивного ручного гончарного круга и простых деревянных скобелей и ножей. Метод налепо существовал еще с тех времен, когда человечество научилось пользоваться глиной для изготовления посуды. А вот на территории Мордовии в Качкуровском и Чамзинском районах женщины лепили этим древнейшим методом горшки вплоть до середины 20 века. В таких горшках варили пиво. С появлением ножного гончарного круга искусство гончарного ремесла целиком перешло в руки мужчин, потому что управлять таким тяжелым приспособлением было не в женских силах. И вытягивать сосуд из цельного куска глины было тоже под силу лишь мужским рукам. Посуда изготавливалась для самых разных нужд. И обеденные миски, и большие корчаги для воды, и небольшие горшочки-кашники для того, чтобы приготовить детскую кашу на один раз, и крынки для молока, и даже цветочные горшки. Посуда пользовалась спросом до 50-70-х годов прошлого века, когда постепенно промысел начал угасать. На смену гончарным изделиям, гончаровку старей, пришла более современная посуда, стеклянная, керамическая, которая изготавливалась на больших предприятиях и фабриках. И к 90-м годам на территории нашего края гончарство совсем угасло. Возродилось оно десятилетия спустя уже в виде декоративно-прикладного искусства. И сейчас гончары участвуют в конкурсах, участвуют в фестивалях своего ремесла, изготавливают изделия скорее для красоты, чем для только практической пользы. Гончарное искусство преподается в высших учебных заведениях нашей республики, в городе Саранске. И мастера этого дела передают свое умение, свое искусство следующим поколениям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в гостях у Александра Петровича Русяева, старшего преподавателя кафедры художественного образования Мордовского педагогического университета имени Макара Евсерьевича Евсерьева. Здравствуйте, Александр Петрович! Пожалуйста, расскажите нам и нашим зрителям о том, как вы пришли к своей профессии. Наверное, это было сделано не сразу, а постепенно. Я сам родом с Чавского района. Я после 9 класса, 9 класса проучился, поступил в педколледж имени Кирова. Там, в Чалках? Да, да, да. Там 5 лет проучился и потом уже поступил сюда, в институт. Легко было поступить? Для меня легко, потому что после педучилища, там, на художественном графическом отделении учился. И сюда уже, так как уже навыки имеются, уже намного легче. Три года здесь проучился на бакалавра. В колледже вас что больше привлекало? Рисунок, живопись или лепка? Лепки, как такового, у нас не было. Была скульптура, мы лепили там всякие, ну, всякие, разным образом. Вот, а потом, ну, в основном меня увлекало это дерево. Резьба по дереву. А у вас был преподаватель резьба по дереву? Да, Шатаков Алексей Васильевич. Это мой дядя. Он в Тавлинской технике резьбы работал, или у него была своя техника какая-то? Ну, разная резьба была, это все-таки... То есть он был самобытный мастер? Да. Вот. У меня диплом на работу там была, журнальный стол. В технике резьбы? Торцовые срезы были. То есть, я до сих пор, столик журнальный там стоит в этом, у заведующего. В колледже? Да, в колледже остался. В колледже я не занимался вот керамикой, гончарным искусством, этого еще там не было. Этим увлекся я уже здесь, то есть уже на третьем курсе, на последнем. А, то есть керамика у вас была на третьем курсе, до этого не было? До этого вообще не было. Как? Я занимался. А педагогом вашим кто был по керамике? Варданян Валерий Борцович. Научил уже мне этому ремеслу, этому искусству Панькин Евгений. Он тоже с Сычапского района. Вы эти педагоги вас увлекли, и вы по окончании образования решили остаться здесь? Я диплом был. Дипломная работа? В керамике? Да, у меня была керамика, гончарка была. Я сам первый защищался, причем потому что, во-первых, у меня было очень много изделий, там буквально вот этот стол, полностью заполнена гора вот этой всякой посуды. Там крынки, кувшины, чашки. И я когда начинал защищаться, мне все говорят, вы куда столько принесли? Зачем целый стол, там, загрузили эту посуду? Можно было там, достаточно было три изделия, мы бы сразу вам уже пятерку поставили. Но зато комиссия сразу поняла, что вы действительно увлечены этой работой. Да, мне захотелось, говорю, все показать, чтобы вы видели, чем мы занимаемся конкретно. А эти изделия были в народной технике? В народной, да. Близко к народному. И вы начинали работать именно так вот, к народному искусству ближе? Да, да. С самого начала, то есть у нас когда вот все это зарождалось, все это начиналось, здесь, во-первых, у нас не было такой возможности пока что, потому что какие-то другие техники делать. У меня был там прозрачный глазурь, я покрывал, и молочный обжиг. Вот, то есть у нас было только два гаджа круга, потом муфельный печь. А муфельный печь, как-то раньше старые такие муфельные печи были. Может быть сейчас в некоторых учебных заведениях такие печки остались. для прокалывания инструментов медицинских. Они узенькие, такое окошечко. Они не приспособленные именно для герамики, приметельно пользовались. Да, да, то есть там изделия буквально вот такие можно было только обжигать. И то, если пропустишь тот момент, когда изделия уже готова, то они могут просто лопнуть. Или температура обжига будет слишком низкой, и они там раньше открывания лопнули. Даже когда обжигается, в брак очень много входило. И потом уже институт закупил муфельную печь, и уже начали обжигать изделия браков уже. То есть вы стояли у истоков керамического образования, педагогического университета. Вообще, как вот здесь уже начинал заниматься, Женя вот так обращается на меня два-три месяца этому обучал. Я усиленно занимался этим с утра до вечера, с 8 часов утра до 8 часов вечера сидел и занимался здесь. Вы действительно увлеклись керамикой. Да, потому что, чтобы научиться керамикой, надо заниматься упорством, трудолюбие, чтобы вот с утра до вечера выполнять какие-то изделия. Вы, наверное, совершенствовали мастерство не только по руководствам педагога, но наверняка и из интернета что-то черпали, какие-то дополнительные информации. По поводу интернета. Раньше видел по ганичарному искусству, это вот в 2013 году было, смотрел, искал, только два видел от силы. Сейчас очень много можно посмотреть, там очень много роликов. А сейчас тогда не было. А с кем-то еще из мастеров Саранска вы встречались, общались, пересекались на выставках, может быть, мероприятиях совместных? Кроме Жени я никому тогда не знал. То есть он мне вот показал, вот это как все делать. И вы потом постепенно-постепенно, по-моему, начали появляться, кто тут именно занимается гончарным искусством. Мне, во-первых, это интересно, интересно преподавать, передавать свои навыки студентам, ученикам. То есть у меня были и есть ученики, которые хоть занимаются гончарным искусством. Ученики и студенты немножко отличаются тем, что студенты, они пришли на пару, поработали, полепили определенные задания, делали все на этом. А ученик, он с самого начала постигает вот эти вот истоки гончарного искусства, как вообще, с чего начинать, с самого начала, что делает мастер. И потом, с самого конца, то есть чтобы он все это хорошо выяснил. Потом ученики, они потом дальше продолжают уже сами заниматься этим. То есть я так поняла, что керамика входит в обязательную программу обучения студентов художественного отделения? То есть они в течение пяти лет это изучают? Это изучают. Но кто-то этим увлекается, кто-то остается вашим учеником, а кто-то просто получает информацию в процессе обучения. И этим не увлекается. И дипломники выпускались, которые до сих пор занимаются гончарным искусством, ручной лепкой Кукса Александра. Он тоже защитил диплом по керамике. Здесь в мастерской остались ее работы. Сейчас он дальше продолжает, уже обучается детишкам этим. Я так понимаю, Александр Петрович, что это работа как раз кого-то из ваших учеников. Это выполнил четвертый курс заочники. Заочники? Да, заочники. А как они приходят к вам в занятия заочники? Очно? Ну, очень, конечно. Или вы им даете задание? Задание он давал там сделать, вот такую-такую тематику, такие-то изделия. А это сема? Это свадьба? Это группы. Свадьба? Да. Это жених и невеста? Да, да, да. Правильно. С цветочком. А вот это отец и мать. Отец и мать. Это замечательный гармонист, без которого ни одна свадьба не обходится. И прекрасный гость, кто? Да. Кум. Крестный кто? С тем, что для свадьбы действительно надо. Эта работа участвовала на выставке в Казани. Наш институт там каждый год участвует. Вот если вы проходили по коридору, вы видели там за стеклом как раз стоят кубки, там первые места, вторые, третьи. Да, да, мы обратили внимание. Вот я в начале, когда вот это в тринадцатом году первые мои изделия, своими изделиями я участвовал в этом фестивале, первое место тогда занял. С керамикой только тогда один был. Но были какие-то еще, но тем не менее первые месяцы. Сейчас у меня уж такой возможности нет участвовать самому там. Сейчас участвуют только мои студенты. Но вы все-таки продолжаете свою творческую деятельность? Не только педагогическую, но и творческую обязательно, потому что без этого нет просто роста, нет мастерства. Это знаете, вот когда, допустим, устал, чтобы отдохнуть немножко, отвлечься от всей работы. Вот, вот, садишься и заканчиваешь на круг, просто работаешь творчески, отдыхаешь душой. Релаксация такая получается. Вот. Еще вот хочу сказать про эту работу. Тоже выполняли заложники, тоже этот же курс. Они, по-моему, вот это на четвертом курсе выполнили, а вот это на третьем курсе. Какие талантливые. Это мордовские божества. Здесь, конечно, не все. Ну, тем не менее, узнаваемый. Ну, это по работам Алешкина они сделали, как я понимаю. По рисункам Алешкина. Где-то они свои образы пытались создать, какие-то элементы добавить. Ну, это коллективная работа. Да, коллективная. Все-таки это одному очень сложно и времени много идет. Одно работа. А у них там буквально, допустим, две недели им дается по керамике, сколько-то часов. Там 14 часов по керамике, 14 часов по скульптуре. А кого среди ваших учеников и студентов больше? Мальчиков или девочек? Девочек. И вообще раньше занималась женщина этим. Ну, изначально, когда с первобытных времен это шло, и только с появлением ножного гончарного круга это перешло уже в руки вот мужчин, потому что все-таки физически тяжелый труд стал. Даже вот эта заготовка глины – это очень достаточно сложный и длительный процесс. А они тяготеют к мелкой пластике, девочки? Или все-таки им интересно вытягивать такие крупные формы на гончарном круге? Ну, крупные формы достаточно сложно вытянуть. Они первоначально учатся только центровать, придавать форму и потом уже пробовать какие-то скрутить изделия. Еще я бы хотела поговорить с вами по поводу вот этих форм, которые перед нами находятся. Какие из них близки к народным формам? Какие более творческие, более авторские? В каких техниках они выполнены? Ну, формы, которые более всего к народным, да? Ну, это обычные формы, простые формы. То есть, вот это, допустим, крынка. Крынка вот эта, то есть, у нее нет автора. То есть, она придумана народом. Авторская – это та работа, которая более так, что-то ближе к декоративному идет работа. Ну, содержит в себе элементы, которые привнесены конкретным человеком, только им. А форма уже эта? А форма таких крынок – это классическая форма таких крынок. Можно увидеть массу, всюду, везде, и у нас в музее, и в быту у многих крынки такой формы есть. Вот, если посмотреть на эту крынку, то есть, она стоит из-за ножки, щиколотки, тулова, плечика, шейка. И вверх – вот этот венчик, губы, изделия. Так, давайте еще раз повторим. Ножка. Да. Дальше щиколотка. Щиколотка – это расстояние от ножки до тулова самого непосредственно к крынке. Так, дальше. Дальше идет тулово. Само тулово. Вот это округлая часть. Да, да. Плечико. Плечико – это то, что сужается к горлышку крынки, та часть, которая сужается. Дальше идет горлышко. Угу. И вверх – этот венчик изделия, или по-другому – губы изделия. Это все как у человека. Ну, это просто обожженная керамика. Это просто обожженная. Не молочный обжиг, не глазуги, ничего не покрыто. Просто в муфинной печи обожженное изделие. Да. А перед тем, как ставить его в печь, его сразу снимают с гончарного круга и сразу ставят в печь? Нет, конечно. Но чтобы изделие высохло. То есть вот взять вот эту крошку до такого состояния. Вот это она высохшая, но она необработанная. Ее еще обработать надо. А каким образом ее надо обработать? Прежде чем ставить в печь, как я понимаю? Да, прежде чем. А как ее обработать? Ну, обрабатывают, во-первых, когда еще даже вот сейчас вот это изделие высохло, когда еще она немножко так подвялилась, вот его переворачивают, ставят на гончарный круг и обрабатывают вот этот донышко. Сейчас это донышко очень достаточно такое острое, неровное. Его надо обработать, чтобы все-таки... А чем обрабатывают? Обрабатывают стеком. Специально гончарным стеком? Да, да, металлическим. Переворачивают, закрепляют на гончарный круг. Сначала также изделие центруется, иначе если не по центру гончарного круга будет, он просто улетит, разобьется. Поэтому закрепляют по бокам, приделывают влажной глиной, чтобы он не улетел. Дальше включается гончарный круг и стеком это все обрабатывается. Изделие крутится и ножка становится уже более ровной. А неровности на самом изделии тоже снимаются? Потому что здесь вот отпечатки пальцев есть где-то, можно разглядеть, какие-то наклывы. Да, вы здесь обратили внимание, да? Некоторые мастера это оставляют, чтобы подчеркнуть, что это именно ручная работа, а не литье. Некоторые лощат изделия. Лощат с помощью практически любых гладких предметов. Наподобие гвоздика, который зашлифованный, гладенький. Либо обычной ложкой. Можно и стеклом, например, лампочкой злощить. Ну вот нижегородские мастера галькой лощили свои черно-лощеные изделия. То есть любым гладким предметом. Для керамики, в принципе, подходят любые инструменты, которые даже дома, там какие-то, может быть, стейки или даже гребешок. Вот все, как раньше все, прическу делали и гребешком заделали. Вот этот гребешок можно также использовать для декорирования изделий. После того, как мы злощили изделие, то есть это разглаживание, то есть вот оно высохло, можно влажные губки смочить и злощить. И получится вот такая вот гладкая форма, как на этом тулови. Я так понимаю, да? Да, здесь изделие просто сглаженное. Лощеное – это то изделие, которое уже, знаете, уже пока мастер, когда лощит, пока он не увидит свое отражение на этом изделии, оно так и будет дальше продолжать. То есть до такого зеркального блеска, можно сказать. После того, как мы злощили изделие, можно уже ставить на обжиг в печь. Но если, есть такой нюанс, если поставим на обжиг на более высокую температуру, то овощение просто сгодит. То есть вот такой же матовый останется. Поэтому надо, вот для обычного обжига, утильного, когда изделие обжигают, там потребуется 950 градусов. А если изделие овощеное, то там лучше поставить на 800 или 750. А иначе овощение может просто сгореть. Так. Мы обожгли изделие, у нас получился вот такой вот черепок замечательный. А на каком этапе мы покрываем его глазурью, потому что очень красиво были из ровной вазы. Я вот здесь вижу. Ну это когда изделие обожглись. То есть мы сразу их, опять же, вытащить не сможем. Изделие должно остыть. В течение суток изделие обжигается. Потом только на следующий день приходишь и вытаскиваешь. То есть они должны постепенно остывать в печи. Да, да, да. Если сразу там печь открыть, то изделие может просто лопнуть. От перепады резкой температуры. Да, да. Вот потом, как изделие остыли, дальше уже их поливаю глазурью. Поливаю глазурью, но глазурью не сразу так вот выглядит. То есть она потом после обжига уже такой становится. То есть этот цвет она приобретает после обжига? Да. А значит, он ни в какой цвет. Первоначально вообще глазурью, она... Вот если там заказывать ее, она продается порошком. Потом ее просто размешиваешь с водой. Вот. Вначале, ну, когда покрываешь, просто поливаешь изделие глазурью, оно как бы такого матового цвета. То есть ты не представляешь, что дальше будет с этим изделием. Какой оно, какой фактуры получится. Да. То есть, допустим, если взять зеленую глазурь, есть у меня, называется русско-зеленая. Ну, вот такая? Ну, да, да, да. А она сразу такого цвета или такая серенькая, когда ей только покрываешь? Она первоначально вообще коричневого цвета глазурь. А после обжига становится уже зеленым. Приобретает цвет. Да. Но это за счет окисления происходит, за счет температуры? Вообще, по поводу глазури, их делают химики. Вот когда я был к жели, наблюдал, как это все происходит. То есть они сидят, химич, там добавляют специальные пигменты, смешивают с прозрачной глазурью. И уже потом у них есть небольшие пробнички, небольшие плеточки. Они красят это глазурью плеточки и уже обжигают и смотрят, какой цвет получился после этого. То есть методом проб таких вот подборов. Вообще керамик, огоньчатый искусство, это мастер, он постоянно экспериментирует. До сих пор эксперимент ставлю, пробую, как вот, если я сделаю так, как получится. Допустим, вот эта вазочка. Буквально чисто случайно такой вот эффект получился, как такие веточки интересные. Это получилось таким образом. То есть я обжег первый обжиг утильный, потом полил молоком, в молоке купался. И потом я про эту вазу забыл, потом посмотрел, что я не обжег-то ее, взял, полил глазурью, забыл, что он молоком поливал. Потом поставил на ложку, потом смотрю, интересно получилось, почему так. Потом оказывается, что я молоком-то поливал до этого. И где вот более жирно положилось, само молоко или было жирненько вот в этих местах, здесь и глазурь просто стекла не осталось. А там, где молоко, ну, на поверхности мало осталось, глазурь покрылась. Она впиталась в черепок. Вот такой вот эффект. Вот так больше повторить нельзя будет. То есть каждое изделие, это неповторимое, это творческая работа, уникальная. Очень сложно повторить. Во-первых, когда делать изделие из глины, да, глина, она после сушки дает усадку. То есть изделие высыхает и оседает. То есть первоначально, допустим, она вот такой высоты была, потом высохла, осела. И поуже стало, и пониже. Очень интересно. Оказывается, керамика – это такое экспериментальное занятие. А вот этот еще интересный сосуд меня заинтриговал. Это что? Это лотомойник. Или по-другому еще рыльник, урыльник. Его по-разному называют. А, то есть это для подвеса, колечки сделаны? Да, да, да. Но они, в основном, за ручки подвешивали. Это как бы для высоты. За ручки. Раньше в деревнях вешали, на ябы могли повесить. То есть здесь вот два ножка специально. То есть там, можно было наклоняясь, ручки помыть и сок помыть. Это тоже сосуд. Здесь уже вот эти украшения, то я уже сам. То есть вот эта форма, это как народная, я тоже декорировал уже свое. Дополнение уже авторские. То есть авторская интерпретация народной формы. Это уже другая степень мастерства. Здесь копирование народной формы – это авторская интерпретация. И как вы уже заметили, вот эти технологии, вот эти панно – это все по технологии. Это молочный обжиг. Молочный обжиг. Обливается молоком и потом обжигается. И оно запекается. То, что обливается, купаются изделия в молоке полностью. Практически полностью. Если, допустим, вот здесь вы обратили внимание, внутри еще глазурь. То есть вот это изделие прошло три обжига, три стадии обжига. То есть первый – это утильный. Второй – глазурный обжиг. Паковался прозрачной глазурью. Потом уже третий обжиг – это молочный. Молочение происходит при температуре 330. Но для каждой глины температура обжига должна быть разной. Допустим, если взять белую глину, если на ней температуру обжиг поставить как вот на красную, там 330 – это молочение, то молоко начинает просто упиться. Вот темно-черное, но черного цвета не как на красную такого-то, а вот черный. Но будто упиться, если 330 поставить. То есть там это все надо учитывать. Очень сложный процесс. Очень сложный. И с самого начала, когда мастер скрутил там крыночку или любое другое изделие, потом он нянчится с этой крыночкой, как с ребенком. То есть не дай бог какой-то сквозняк, не дай бог поставили крыночку там около батареи сушиться, одна часть высыхает, другая не высыхает, она просто может лопнуть из-за этого. Из-за сквозняка тоже может лопнуть. Потом изделие высушили, там перевернули, чтобы донышко тоже до конца высохло. Если оно не будет высыхать, вот так будет стоять, то одно тоже может лопнуть. То есть смотрите, если вот эта часть высохла, вот эта вот нет, вот остальная часть, да? Горошка у нас, почему она раньше высыхает? Во-первых, она находится сверху, то есть водичка постепенно вниз уходит и испаряется. Во-вторых, здесь вот керамика, глина, она вообще как после, когда сокнет, начинает давать усадку. То есть вот здесь усадку дало, а здесь немножко начало сокнуть, здесь еще сырая, и создается давление на стенке. Здесь высохло, здесь еще широкая такая часть, она может просто лопнуть, не выдержит это давление и лопнет. То есть за ней нужно постоянно следить? Поворачивать, переворачивать, проверять? Если так не сделать, то он просто лопнет. А со свистульками меньше возне, чем с более крупными формами? Потому что свистулька – это еще одна такая народная, типичная форма. Лично для меня как-то не то, что легче, вот быть удобнее. Это больше всего с гончарным кругом сделать. Это, во-первых. Гончарный круг, он ускоряет процесс. Там лепки крынки, кувшины, любых других цилиндрических изделий. А свистулька, она немножко такой достаточно длительный процесс. Здесь сначала, там, вот эта, допустим, свистулька, ее сначала на гончарном круге крутили, потом ее, когда она подвялись немножко, глина, дальше приделывали ножки, образ какой-то придумывали, потом уже свисток, делали свисток. И, ну, чтобы она работала, играла у нас. Потом ее, опять же, сушить, обжигать. Первый обжиг у тельни, второй покрывается глазурью. Ну, с глазурью очень, так, достаточно для свистульки. Можно так сказать. Ну, чтобы вот свисток у нас не забился. Если глазурь сюда попадет, то после обжига там все слипнется, и работать она уже не будет. А, вот почему свистульки, оставляют вот в таком виде? Да, да, да. Потому что сколько я видела свистулек, причем совершенно разных, и филимоновской, и абашевской, и любая другая. И я как-то не задумывалась, почему именно вот половина свистульки покрыта глазурью, а половина нет, рабочая часть не покрывалась. Оказывается... А вы не задумывались, почему, допустим, вот даже у современной посуды снизу глазурью не покрывается. Так вот, допустим, там вырезается специальный, как такой бортик, его не покрывает, а внутри там идет покрытие. Вы знаете, нет. Наверное, потому что на дне оно стоит, и глазурь туда не попадает. Каждое изделие, оно обжигается. Там глазурь тоже обжигается. Остается печь. Если мы полностью все покроем глазурью, то она просто приклеится к печке. Ну, во-первых, печь испортана, во-вторых, изделие. То есть оторвать его уже не будет возможности от того, что запеклось. С помощью глазурью еще и какие-то трещины, если там это трещина появляется, с помощью глазурью их заделывают. Даже никогда не приходила в голову такая мысль. Оказывается, столько секретов гончарного мастерства. Я сама не знала. Ну, это все у меня со временем. То есть я экспериментировал, пробовал. Где-то как-то у меня не получалось. Потом уже сам додумался. Так как я уже сказал, что раньше видео негде было посмотреть. Два видео там не совсем то, что нужно было. Александр Петрович, я хочу попросить вас продемонстрировать нам процесс работы на гончарном круге. То есть вторую половину вы нам подробно рассказали, что происходит с изделием, когда его снимают с гончарного круга. Мы прошли этот путь от снятия с гончарного круга до готового изделия. А вот как пройти путь от кусочка глины до готового изделия, мы пока еще не знаем. Ну, во-первых, что у вас кусочка глины, надо сначала эту глину найти. Сейчас-то у нас, допустим, мы закупаем эту глину. До этого, как бы, надо было ее сначала найти подходящую глину. То есть глина есть повсеместно. Но не каждый подходит для гончарного искусства. Если взять, допустим, ну, грубо говоря, под окном выкупать ямку, там, дойти до глины, глина будет рыжего цвета. Она не годится для ручной лепки, для работы на гончарном круге. Почему? Потому что она, во-первых, она очень тощая. Тощая есть глина и жирная глина. То есть тощая, как я понимаю, мало пластических веществ в ней. Мало пластичных глины. То есть в ней много примесей, таких, как песок. Очень много песка в этой рыжей глине. Камушки, корешки, листики. Ну, там очень много всего. Я пробовал, тоже решил поставить эксперимент. Накопал эту глину. Там, просеял ее, как положено. Вылепил, скрутил на гончарном круге, поработал с ней. Скрутил штук 10 крынок, горшочков. Поставил на стол. На следующий день пришел, у меня все развалилось. Ни нового изделия, жевого не осталось. Не зря ее не используют для гончарных целей. Да, ее нельзя использовать. В основном глину находят около реки. Она в основном впадает за синего цвета глины. Она более такая жирная, более податливая. Но если будет жирная глина, она может тоже, она, во-первых, дает большую усадку, во-вторых, тоже из-за этого может лопнуть просто. Поэтому глина должна быть средней. То есть, 50 на 50. То есть, наверное, ее приходится как-то готовить к тому, чтобы из нее начинать лепить. Может, присадки какие-то к ней, если она слишком жирная, или наоборот? Мастер, когда, допустим, нашел глину подходящую, накопал ее, привез к дому, выгрузил ее, она должна еще обработаться с природой. То есть, дождями вымыть вот этот песочек лишний. Во время всего года какие-то листики, корешки, это все сгнивает, умывается и остается вот такая вот масса, которая уже пригодна для... То есть, она в течение года должна просто лежать еще? Да. Ну, допустим, здесь вот у нас такого возможности нету. Мы просто ее привозим, засыпаем там ведра, ванну, и потом уже заливаем водой. Это все отстаивается недельки, две-три. Потом ее хорошенько перемешиваем до состояния такого, как жидкость сметаны. Перемешали ее, сделали однородную такую массу, потом уже ее процеживаем. Процеживаем через сито, сито, самое главное, чтобы было металлическое, иначе песок вот это все разъезд. Все сито, ничего от него не останется. Процедили его, эту глину. Потом глина, опять же, отстаивается недельки-три. То есть, каким образом глина повесена тяжелее, оседать начинает. Сверху является водичка, эту водичку надо выливать. То есть, допустим, сегодня вы замешали ее, просеяли, процедили, потом на следующий день вы уже приходите, там можно губкой или с ведра вливаем все равно воду, она опять отстаивается, и потом, как перестает сверху водичка появляться, можно уже эту глину брать и раскладывать на гипсовые плиты. То есть, еще не на гончарный круг, еще только на гипсовые плиты. Когда мы ее до гончарного круга донесем, эту глину. И жидкой глины вы ничего не сможете сделать, если только какой-то декор нанести на какой-то готовые изделия. То есть, она должна еще подсушиться, подвялиться. То есть, ее раскладывают на гипсовый плит. Почему гипс? Потому что гипс у нас впитывает лишнюю влагу. Гипс или алебастер практически одно и то же, только алебастер более пористый. Гипс более плотный. Разложили на гипс, потом в зависимости от климата в помещении, то есть, если будет отапливаться, то глина подвялиться быстрее. Если не будет, то сутки на следующий день можно приходить и уже ее собирать. То есть, если сверху водичка не образуется, то можно уже все на готовую глину. И наконец-то мы несем ее на гончарный круг. Нет. Дальше, во-первых, надо ее собрать с гипсовых плит. В рулончик скатываем. Потом ее надо перемять. Опять? Мы же ее уже просеивали, мяли, мыли, чистили. Во-первых, мы ее разложили на гипс. Глина еще в таком жидком состоянии была. Потом она подвялилась. ее надо перемять. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда вы будете хоть вручную лепить, хоть работать на гончарном круге. Если вы ее не переменете, не отобьете ее, то скрутить какой-то или слепить какое-то изделие у вас не получится. получится, но в дальнейшем во время обжига она просто разлетится. То есть она не будет иметь такую однородную структуру и пластичность, которая необходима. очень много воздушных формы. Ага. То есть мы ее сначала переминаем на столе, то есть как сворачиваем в такой это, называют все, бараний рок. И девочки в этом участвуют? Вы сказали, что у вас большая часть учеников девочки. это очень тяжелый физический труд. Во-первых, для них чем это тяжело? Потому что во-первых, ногти надо застричь. Вот-вот, прощай, маникюр. Волосы обязательно убирать, чтобы не до какого там волоса попадет в глину. Они потом сами с этой глиной будут работать. Когда скрутить какое-то изделие, там попался волосок, потянешь за него, изделие испортили. Опять заново все делать. Вот после того, как мы переменем глину, отобьем уже в руках, как снежный ком, отбивать ее хорошенько надо. Потом уже на гончарный круг. То есть первоначально, допустим, студент мне говорю, давайте перемените, отбейте, я посмотрю, как вы это сделали. То есть каким образом можно определить. Я разрезаю их ком глину пополам, они уже две половинки смотрят. Там присутствуют, есть ли воздушные карманы или нет. Если есть, они обратно соединяет и начинают отбивать ее. Вот потом как перемяли, отбили, уже можно на гончарный круг. наконец-то мы принесли ее на гончарный круг. Донесли до гончарного круга. Или вручную лепить. Очень тяжелый подготовительный процесс. Очень сложно это все первоначально делать. Потом уже когда привыкнешь, уже покажется легко. если нас не напугал подготовительный процесс, то мы попросим Александра Петровича показать нам работу на гончарном круге. КОНЕЦ